здравствуйте меня зовут анастасия вы смотрите канал своя закваска сегодня у меня большая радость муж забрал мои розочки напомню что заказывал я в питомнике фокина это наш нижегородский питомник в принципе отзывы у него были очень хорошие и я решила попробовать на тот момент когда я заказывала плетистые розы леонардо да винчи розовый уже не было но именно под заказ но я так успокоилась я нигде не могла найти нужное мне количество и в общем то уже приготовилась к тому что я буду черенковать тот куст который у меня перезимовал но когда муж поехал забирать вот эти четыре куста я попросил его поговорить можно ли у них сделать предзаказ на осень на что они ответили что предзаказы на осень не принимают что они продают преимущественно весной как я поняла саженцы и сказали что вот есть сейчас в наличии в общем тема мне позвонил объяснил всю ситуацию спрашивает надо брать или нет моей радости не было продела я говорю конечно бери бери все что у них там есть мне нужно 14 кустов в общем на скребли они 13 но в принципе один куст у меня есть пусть и хиленький но может быть он у меня все-таки и выживет так что я теперь с полным комплектом роз леонардо да винчи все как я и хотела вот так вот я их разложила чтобы вам показать сколько побегов у каждого саженца то есть есть одиночные до побеги но посмотрите на них какие хорошие почки то есть я думаю что это все равно хороший саженец но есть прямо такие вот из трех а здесь даже 5 по моему я считаю посадочный материал неплохой хотя розы я покупаю редко ну и я думаю что вообще на этом я и остановлюсь здесь вот я распаковала два саженца вот там где много побегов и там где одиночные вот с большими почечками и хотела вам показать что корневая у них приблизительно одинаковая здесь какая ну и приблизительно такая же здесь сейчас срочном порядке все это буду пересаживать корневая вся живая вот мелких еще белых всасывающих корешков нет может быть просто но наличие почек говорит нам о том что розочки живые я думаю что очень хорошо приживутся сейчас задалась вопросом как правильно посадить вот такие вот саженцы с открытой корневой системой когда они посажены уже не в контейнер где уже правильно заглублена шейка вот с такими саженцами я сталкиваюсь впервые пошла конечно же в интернет искать информацию и вот что я нашла для себя по крайней мере интересного значит вот это место прививки где у нас идет утолщение то есть вот у нас идет шиповничек вот это вот место прививки куда прививалась культурная почечка розы вот это утолщение называется прививочкой вот это место нужно заглублять заглублять в зависимости от состава почвы на которой будет произрастать роза например на песчаных почвах где очень быстро уходит влага вот эту прививку заглубляют до 10 сантиметров там где почвы глинистые где влага плохо дренируется где может происходить весной и осенью замокание вот этой вот почечки она заглубляется не более чем на 35 сантиметров вот одна женщина очень интересную вещь рассказала про рекомендации дэвида остина известного селекционера английских роз который говорит что даже в англии при их сыром климате он советует вот это вот место прививки заглублять на 8-12 сантиметров я буду заглублять где-то на 5 сантиметров но может быть чуть больше то есть где-то вот до этого места то есть интересно то что если оставить прививку на поверхности то она будет иссушаться кора будет отслаиваться и будет происходить очень быстро старение розы то есть роза с заглубленной прививкой живет вегетирует и цветет намного дольше в интернете нашла очень хорошую схему посадки розы вот здесь вот значит прививка заглублена правильно здесь она находится над почвой что происходит в этом случае образуются добавочные восстановительные побеги при правильном заглублении да а когда прививка остается над поверхностью почвы то у нас вырастает дичок то есть вот это вот культурная прививочка она остается над землей и вот с нее вот сколько есть побегов уже больше не будет растет от корня шиповник плюс заглубление прививки предохраняет и и от подмерзания делать посадочную яму с каким-то питанием я не буду потому что у меня здесь чистый чернозем поэтому я буду только мульчировать козьей подстилкой то есть у меня в легком доступе есть навоз я думаю что этого моей розочки будет достаточно по крайней мере я несколько лет уже удобряю розы именно вот таким способом и они цветут у меня прекрасно корни там хорошо расправляю чтобы они не приплетались прививочка получается как раз заглублено и начинаю засыпать сделаю ей вот такую вот кроватку чтобы можно было еще здесь вот мне подсыпать навозику то есть хорошенько замульчировать для питания но и где-то может быть немножко я по весне но по столовой ложке удобрения комплексного минерального рассыпаю но в этот год когда она у меня принимается я кроме как навозом ничем ее подкармливать не буду особенного цветения мне от нее в этом году не нужно поэтому пусть она хорошенько окрепит решила все таки подкормить но только фосфорным удобрением не полную столовую ложку на куст даже наверное все хватит наверно пол столовой ложечки и замульчирую опилочным перегноем у меня его в достатке в большом достатке я так щедро щедро замульчирую немножечко даже вот приокучу целое ведро потом по верху я еще буду прям свежей козьей подстилкой присыпать а вот этот вот перегной опилочный он будет для питания я думаю после такой подкормки розочка очень хорошо должна укрениться и на следующий год полноценно зацвести сейчас распечатала саженец и вот увидела вот такую вещь видите перетянута веревочка видимо был то ли сорт подписан то ли что и забыли убрать и вот такая вот аж въелась как вот фуксию я иногда перевязываю забывают расслабить подвязочки вот такое же происходит то есть прям врезалась в саму прививку это вот капроновая нитка сейчас вот я не знаю даже как ее тут достать вот я пытаюсь с ножом ее подделать но она при просто въелась туда мне думаю что это не очень хорошо будет для куста розы он может болезненно развиваться потому что там просто перетянута то есть не будет возможности утолщаться вот этой вот прививки и соответственно куст не сможет широко разрастаться сейчас попытаюсь это все таки убрать прям режу самый узелок мне кажется что я не смогу ничего это убрать вот 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 замечательно все уберется если бы я это сейчас не убрала он бы долго не жил вот сейчас вот так все смотрите по сути дела корню шла вот только вот вот соединительная ткань с самой розочкой так ну это я делаю щас обработаю у меня есть такое средство тирамицин вообще он для животных используется для ран я думаю для розы он тоже подойдет вот так вот пусть подсохнет чуть-чуть буквально потому что корешочки надо срочно высаживать ну вот сейчас распаковывала еще один саженец вот он в один ствол да у него много побегов наклевывается и самое главное от основания идет посмотрите три таких вот базальных по моему они называются до побега это очень радует это значит что кустик будет пышный и вот к вопросу о том насколько заглублять прививку то есть сами питомники они нам дают ориентир видим что саженец был заглублен в торф вот до этой отметочки то есть но можно чуть-чуть конечно пониже ну вот где-то вот приблизительно до 10 сантиметров так и есть но смотрите на некоторых саженцев даже уже есть белые всасывающие крышечки ну вот у амадеуса уже прям вон какие белые корешочки всасывающие прям радует радует саженец ну и хочу вам показать саму распаковочку в чем эти розочки у них хранятся все замотано в стрейч пленку так и здесь у нас торф с добавлением верникулита перлита то есть такой воздуха и влагопроницаемый еще раз хочу показать вам корневую систему я считаю неплохие саженцы очень хорошие то есть я очень довольна покупкой стоимость саженца 300 рублей вот амадеус я оплатила еще осенью а вот за 13 кустов леонардо да винчи меня мы расплативались сразу получается 13 кустов на 3900 рублей вот такая вот я счастливая и довольно ну вот у меня вот смотрите какая проблема кое-где есть у меня не очень здесь глубоко то есть цветник приподнят но на сантиметров наверно 40 может быть 50 то есть мне не хватает вот у меня какая корневая мне нужно еще заглубить я докапываю станут дренажа то есть там щебень песок не мы же закладывали этот цветник я даже не знала что здесь на дне вот такой вот такая вот смесь как говорится гравийно-песчаная вот у меня не помещается мне не хватает мне нужно углубиться вот так вот пригнуть розочку чтобы корни как бы загнулись тоже нельзя нужно чтобы посадка была ровно чтобы корешочки ровно смотрели вниз поэтому правдами и неправдами я буду сейчас углубляться у меня такое подозрение что внизу под этим гравием тоже залит бетон потому что брусчатка выкладывалась на залитый бетон потом засыпался песок и уже на песок выкладывалась брусчатка то есть когда мы делали бетоневое дерево столбы под балкон это все было видно то есть нельзя чтобы при посадке корешки загибались вверх все они все должны смотреть немножко развернула саженец и все получилось убираю сразу этикетку потому что стволик будет утолщаться у меня роза одного сутка а вот у меня саженец с позапрошлой осени который мне был такой вот хиленький плохо развивался возможно я уже не помню по моему так вот и в горшке и было потому что я горшок высаживала на уровне почвы поэтому наверное я не знала как правильно они ошиблись и вот получился такой результат сейчас я ее пересажу вот я думаю теперь будет правильная посадка и даже может быть это просто у меня будет сохраниться снимаю окончание видео на следующий день потому что провозилась с розочками вчера до вечера снимать уже было темно поэтому заканчиваю сегодня это лишь небольшая часть работы которую предстоит мне проделать в мае наконец-то сегодня теплый день и сегодня займусь обработкой плодовых деревьев ну и наконец-то начну высаживать потихоньку петуни об этом конечно же будет отдельное видео ну что ж на сегодня это все благодарю вас за просмотр всего вам самого-самого доброго ну 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 это ну 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 но